Приветствую вас, мир ему и любовью, в этом чудесном месте. Аминь Господь. Когда исследуем Библию, мы можем заметить, что в Новом Завеке очень много говорится о Духе и Святом. Так как очень мало говорится о нем в Ветхом Завете, а Духе и Святом Нового Завета говорится примерно в два раза больше, чем в Ветхом Завете, хотя Новый Завет в три раза меньше, чем Ветхий Завет. Почему? Перед тем, как мы приступим к исследованию, слоним наши головы и помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за эту субботу, за эту возможность собираться здесь, пославлять Тебя и учиться вновь. Помоги, чтобы Ты говорил через меня об этой важной истине о Тебе, Боже. Мы просим Тебя благодарить и славить за все Твои благословения и за Твою любовь. Аминь. Вопрос почему? Почему так мало и почему именно в Новом Завете говорится о Духе и Святом? В Иоанна 7, главе 39 степь, говорится, «Се сказал Он о Духе, которого имел принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Дух Святой не мог принять свою силу и проявить свою силу, потому что на земле царствовал князь мира. Только после того, как дьявол был полностью побежден Крестом на кресте, и человечество получило реальную надежду спасения, тогда понадобилась полнота Духа, участия Духа Святого. Тогда Дух Святой пришел и работал. В Иоанна 16, главе 7 степь, говорится, «Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Христос сказал это перед тем, как Он сошел на небо. Мы знаем, что Утешитель пришел вместо Него. Дух Святой назван здесь «Утешитель», что свидетельствует о Личности. И наша, моя тема сегодня – Дух Святой – это Личность. Кое-кто может возражать, что Дух Святой – это не Личность, а просто Дух Бога, проявляющийся как через Него самого или как через Сына, Иисуса. И Утешитель мой – это как сам Иисус, который обещал прийти другим образом, в Духе. Сатана хочет умолить могущество и силы Бога. Он пытается делать это любыми путями. И это доктринальная истина. Это очень важно, потому что Сатана подкрадется с такой стороны, с которой мы можем не ожидать. Сейчас есть такие разговоры, сейчас есть такие учения. И, пожалуйста, будем знать, во что мы верим. Если внимательно изучить Иоанна 14 главу, мы можем увидеть, что Иисус говорил о Святом Духе как о другом утешителе, как о Личности. Луки так же говорится, в Лаке 24 глава. «Они, смутившись и испугались, подумали, что видят Духа, видят Духа. Но Он сказал им, что смущает, и для чего такие мысли вводят в сердце ваших. Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это Я Сам. Свяжите Меня и рассмотрите. Ибо Дух плоти и костей не имели, как видите, у Меня. Если говорить о теории, что у Христа есть Дух, тогда после воскресения Бог говорит, что у Меня есть Твой. Я Сам. Тут нет никакого Духа. Тут напрашивается несколько вопросов. Если предположить, что Иисус Сам буквальным образом есть обещанный Собой же Дух утешитель на земле, кто же тогда останется на небесах, как наш Хадатай? Если Он в теле, как Хадатай, перед Богом, на небе, и одновременно как утешитель здесь, на земле, получается, Христос раздвоился? Разве это не больше язычества, чем истинная вера в Триде Нового Бога? Это очень похоже на разновидность модализма. Если Дух Святой это Иисус собственной персоны, тогда почему мы не должны чтить Духа Святого? Ведь это же Иисус. Находим ли мы в Писании свидетельство тому, что Личность Сына Божьего перевоплощается из тела в Дух, и наоборот? Нет. Абсурдным является и то, что, например, в одном случае Святой Дух называют близким Духом Бога, не имеющим ни воли, ни самобытности, а в другом случае нам говорят Дух Святой это Сам Христос. И это можете вы услышать. И я думаю, это будете слышать. Скажите, как же живой Христос, будучи Святым Духом, может одновременно быть и близким Духом, и не имеющим ни разума, ни воли, ни самобытности, ни жизни? В Иоанне написано в 10.30. Я, Ее Отец, одно. Можно ли утверждать на этом, что Иисус и есть Отец? Нет. Конечно, нет. Это две разные личности. А теперь, как объяснить 1 Петра 1 глава 11 стих. И говорится, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Здесь говорится о пророках. Здесь сказано так же, что Дух Святой это Дух Христа, который пребывал в пророках. Следовательно, Христос сам, обладая Духом, не может одновременно быть именем. Христос – это, конечно, не Дух. Если Христос сам не является Святым Духом, предположим, почему же Он всегда, когда говорит о Духе, использует местоимение мужского рода, хотя существительный Дух на греческом языке среднего рода? Спит. Почему Иисус говорит нам о нем, как словно Дух есть самобытно, отдельно от Иисуса Личность? И мы увидим этому подтверждение. Вывод только один. Иллина Вайет написала, Святой Дух – это представитель Христа, не имеющий человеческого облика, и потому независимый. Ограниченный человеческим естеством, Христос не мог сам присутствовать повсюду. Поэтому Он должен был пойти к Отцу. А для блага учеников послал Духа продолжать свое дело на земле. Теперь никто уже не окажется в более выгодном положении из-за того, что живет там, там же, где Христос, или близко общается с Ним. Через Духа Спаситель будет доступен для всех. И в этом смысле Он станет для них ближе, чем во времена своего пребывания на земле. Какая однодерживающая весть. Но говорят, вот если бы я был, жил там, в Израиле, в то время, когда жил Христос, когда Он ходил, вот если бы я видел Его, оказывается, что Христос к нам ближе встречаться через своего Духа. Иоанна, третья глава, восьмой стих. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Как бывает со всяким рожденным от Духа? Опять здесь Духа описано как действие ветра, который не имеет воли, ветер. Но Христос явно персонифицировал действие ветра. То есть Дух дышит, Дух находится там, где Он сам желает быть, и у Него есть голос. Если Дух это какая-то форма пребывания Христа, как Он может говорить о себе, когда в каком-то другом, который к тому же действует одновременно со Христом, получается путается. Виана 16 главе 12 по 14 «Когда же придет Он Дух истин, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что слышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от меня возьмет и возвестит вам». Интересно. Здесь сказано, что Дух Святой будет слышать, наставлять, говорить и возвещать будущее. если подумать, что Дух Святой это часть Отца Ильи Сына Иисуса Христа, здесь не укладывается. Иисус говорит о нем Он прославит меня. Иисус ясно говорит, что это другая личность. Вообще для личности характерны несколько черт характера. Во-первых, чувства. Это подтверждено Ефесянам 4.30. Во-вторых, разум. Римлянам 8.27. В-третьих, воля. 1-я Каринтина 12.7.11. У личности есть вот эти три качества. А теперь давайте заметим, что Библия говорит относительно свойств Святого Духа как личности. Я не буду перечитывать каждый текст, потому что их действительно очень много. И мы хотим сделать это покороче. Правда? Поэтому я буду говорить. Дух Святый может говорить и руководить. Написано в Деянии восьмой главе 29. Дух Святой может запрещать Деяния 16.6.7. Дух Святой может учить Иоанна 14.26. Дух Святой также может утешать Иоанна 14.16.8. Дух Святой может быть автором пророчеств. 2 Петра 1.21 1.1 Петра 1.11 И Дух Святой конечно дает Дары 1.12 1.12 Петра Дух Святой также имеет волю как мы говорили он личность Дух Святой имеет интеллект Дух Святой имеет любовь общение чувства Мы также знаем, что Духа Святого можно обидеть, искушать, обманывать, огорчать, оскорблять – это все записано в Библии. Все это открыто в Библии о Духе Святом, и весьма очевидно, что Дух Святой является отдельной личностью. Это отдельная личность, и это важно понимать. Если представить, что в Библии так много записано об этой теме, о Духе Святом как личности, почему же Бог тогда дает нам столько возможностей запутаться, как многие говорят? Бог говорит четко, надо понимать Слово Божье буквально. Достаточно оснований. Вообще интересно, что такое вообще Дух? Если внимательно изучать Библию, выяснится, что Дух – это все, что нас не является телом. т.е. это наша жизнь, характер, эмоции, желания, наша вера, слова, интеллект – все, что связано с разумным существом. На примере возьмем Бога как Отца. Он – личность, имеет видимое естество. Бог. Мы знаем, потому что Иисус Христос, когда был здесь, Он сказал. Мы знаем также это на подтверждение Библии. Он также обладает разум и чувствами. То есть, Он имеет свой Дух, названный в Библии Святым Духом. Исследуя Библию, мы видим, что Его Дух не ограничен только видимым естеством Бога, но может находиться как в Нем самом, так и вне Его Небесного Тела. Его Дух имеет способность пребывать везде. И Давид записал в псалмах «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Зайду ли на небо, и ты там? Зайду ли в преисподнюю, и ты там?» При этом Его Дух сохраняет уникальную способность быть личностным и живым, Дух Святой может мыслить как Бога, не находясь непосредственно всецело в Отце. Все это говорит нам о том, что Дух Святой не есть безликий Дух, но Божественная Личность. Поистине природа Божья в таком случае уникальна и именно поэтому один только Бог обладает естественным бессмертием. И поэтому под словом «Бог» также следует понимать Больше, чем одну Личность, они взаимосвязаны. Павел говорит в 8 главе 26-27 стихе «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, молиться, как должно нам, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за Цветы по воле Божьей». Заметьте, как здесь говорится о Духе Святом, сам Дух. Павел не зря говорит здесь о отдельной Личности, подчеркивает вот это словосочетание «сам Дух». Дух Святой – это не безликий канал, не безликая сила. Заметьте, что Дух Святой мыслит, а Бог со Своей стороны знает, какая мысль у Духа Святого. Вывод такой – Дух Святой может быть только Личностью Бога. Это подчеркивает также и следующий текст, 1 Коринфянам, 2 глава 10-11 стихи. «Ибо Дух все проницает и глубины Божьей. Ибо кто из человеков знает, что человек, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Здесь мы видим, что Дух Святой проницает, или как звечь, что в переводе это слово «исследует глубины Божьей». И Он знает все, что Божье. Дух, обладающий знанием, может быть только Личностью. Обратим внимание также на фразу «так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Здесь не главное – глагол, а само сочетание «никто, кроме Духа». Ведь когда мы говорим о Личности, мы не говорим «ничто». Мы говорим «кто?». Дух сам по себе – это как бы неодушевленное. Это «что?». Павел говорит о Личности. Он говорит «никто». Используя такое выражение «никто не знает, кроме Духа». Павел считал, что Дух Святой живет. Самобытная. Личность. То есть, у него есть. Личность. Опять же. Матвея, 12 глава, 31-й, 3-й стихи. «Почему, говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком?» «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в веки сём, ни в будущее». Этот текст является одним из самых весомых доказательств божественности Святого Духа. Слово «хула» более точно переводит, должно считаться как «богохульство». А «богохульство» всегда считалось всякие действия или слова, которые были направлены против Личности, являющейся Богом. Опять же мы видим. Личность. Есть много дополнительных стихов. В Минск Библии Матфея, 26 глава, Марка, 14 глава, Диана. Как мы будем читать о том. И в всех этих стихах употребляется то же самое греческое слово, которое переводится как «богохульство». Таким образом, те, кто отвергает Духа Святого, как Бога, фактически по словам Христа богохульствуют. Если говорить, если поверить в то, что Дух Святой никогда не был личностью Божества, тогда слова о богохульстве против Духа Святого лишены всякого здравого смысла. А как вы понимаете, это не может быть. Это абсурд. Почему апостол Павел в своем послании к Хариканской Церкви, делая запись о Духе Святом, писал его упрят личностям Бога Отца? Это 2 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовью Бога Отца, и общения Святого Духа со всеми вами. Аминь». Он не придал бы значения Духа Святому, если бы не считал его Божественной Личностью. Достаточно было бы упомянуть любовь Бога и Иисуса, благодать Иисуса. И это бы обобщило все понятия о Божестве. Но он отметил всех троих отдельно. Павел упоминает и о Духе Святом, с которым к тому же мы общаемся. Вывод для нас. Павел, опять же, мыслил о Духе, как о третьей личности. И опять же, он не раз об этом говорит. В Диане 10 главе также мы видим взаимодействие всех трех личностей. Когда мы изучаем хима Духа Святого, как личности, мы не можем ее оторвать от остальных личностей Божества. Очень часто мы видим, что Бог-Отец действует как источник, Сын как посредник и Дух Святой как исполнитель или как личность, связывающая нас здесь на земле с нашим личным посредником Иисусом Христом. Иоанн Вайт говорит, вот три живые личности Небесной Троицы. Именем этих трех великих сил Отца, Сына и Святого Духа каждый принимающий Христа живой верой крепится и эти силы будут помогать покорным, отданной Небесной обители. В их усилиях жить новой жизнью во Христе. Тремя личностями. Греху можно сопротивляться, пишет также Небесной Вайт, и противостоять только благодаря могущественному влиянию третьей личности Божества, это Дух Святой, которая проявляет себя в виде измененной энергии, но во всей полноте Божественной силы, очищающей сердце. Дух делает действительным все, что совершил Искупитель мира. Посредством Духа верующий становится причастником Божественного естества. также напишет, что князь сил, сатана, князь сил зла может укротить только сила Божья, в третьей личности Божества, опять же, говорится, Дух и Святой. из этих мест Писания мы видим, что доктрина от Духа, если там, от Троицы о единстве Божества непоколебима. Сатана пытается любыми путями умолить, унизить, принизить, ослабить силу Божию. Будем знать, будем молиться, чтобы Дух Святой пребывал в наших сердцах, чтобы мы изучали истину, Его Слово, которое Он здесь оставил, чтобы никакие ереси, никакие теории не могли нас поколебить. Время близкое. Сатана пытается уместить с собой как можно больше. Не будем об этом забывать. Будем всегда молиться и готовиться, и изучать. в то, что мы верим. Потому что времени такого, как сейчас, когда мы можем свободно входить на улицы, когда мы можем отстаивать субботу, пока долго не будет. Подним молиться, а излитие Святого Духа, потому что мы знаем, что время последует. Давайте встать и преклоним наш дом. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славя за чудесное избавление, за то, что Ты, когда взошел от нас, оставил утешителя для нас, который не то, что может быть в одном месте, а который везде, из которого мы теперь становимся ближе к Тебе, независимо, где мы живем. Боже, мы славим теперь и благодарим за открытие этих чудесных истин, за то, что Ты так возлюбил нас и так хочешь нас спасти, что не даешь нам повода для сомнения. Помоги, чтобы наша вера укреплялась в Тебя в изучении, в молитве, в прославлении Твоего имени. Мы просим Тебя и благодарим Бога во имя Иисуса, Сына Твоего, его пролитой крови, во имя Духа Святого. Аминь. Аминь.